Запретить алкоголь 9 мая и начать сажать за продажу лирики. На еженедельной планерке в Краевой Думе сегодня горячее обсуждение вызвали сразу две инициативы в сфере наркологии. Первая поступила от ГУВД. Полицейские предложили дополнить Ставропольский календарь двумя новыми безалкогольными днями. Полный запрет на спиртное, включая бары и рестораны, они хотят ввести 9 мая и в день Ставропольского края. Напомню, сейчас сухой закон действует в регионе два дня в году. 1 сентября и 25 мая, когда в школах звенят первый и последний звонки. Мы же все продуманные сегодня в России и в том числе в Ставропольском крае. Мы будем водку брать за годя перед 9 мая, учитывая, что безалкогольный будет день объявляться. Но этот же день особый. Мы же помянуть должны. Мы же должны поднять чарку, помянуть. А помянуть, коль мы уже за годя взяли, мы помянуть начнем с 7 или 8 числа. И допоминаемся. Со вторым ярким предложением на заседании выступил депутат Николай Новопашин. Он вновь призвал ужесточить наказание за продажу психотропных препаратов без рецептов. По его словам, на Кавказских минеральных водах опять началась бесконтрольная продажа опасных лекарств. Из-за чего на прошлой неделе два молодых человека скончались от передозировки. Один покончил с собой, еще несколько находятся в реанимации. Депутат призвал повысить размер штрафа для владельцев аптек до миллиона рублей. А если эпизод повторится, привлекать к уголовной ответственности. «Хозяин аптеки, сеть, которая в Кисловодске торгует, Аванесян Камо Севанович, оформлена на улице Героев Медиков 2, оформлена на ЭП Голетти Ани Зинаиду Павловну. Против нее уже было возбуждено 34 административных дела. Заплатила она штрафа от полторы до пяти тысяч рублей на том дело и кончилась. На его совести уже, я знаю, в этой аптеке трупов 15 точно». «Хозяин аптеки»